Накануне в московском Гоголь-центре перед закрытием прошел последний спектакль «Я не участвую в войне» по мотивам стихов советского поэта Юрия Левитанского. С сегодняшнего дня Гоголь-центр вновь станет просто театром имени Николая Васильевича Гоголя, а на смену уволенным художественному руководителю Алексею Грановичу и директору Алексею Кабешеву придет новое руководство. Театр возглавит режиссер Антон Яковлев. Основатель и бывший художественный руководитель популярного московского театра Кирилл Серебренников в своем телеграм-канале написал, что российские власти решили остановить работу учреждения за позицию, за честность, за попытку свободы и за то, что все месяцы, что идет война, актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. Это очень важная тема. Обсудим с нашим следующим гостем. С нами на связи Татьяна Лазарева, российская телеведущая. Актриса, здравствуйте. Здравствуйте. Аня, очень рада вас видеть. Здравствуйте. В Москве уволены публики трех московских театров. Со сцены и по видеосвязи прозвучало много слов. Но основатель Кирилл Серебренников заявил, что Гоголь-центр – это идея свободы. Идея свободы может кончиться только с нами. Закончился этот адрес, появится другой. И тут возникает вопрос, дадут ли появиться другому адрес? Думаю, что нет. Разумеется, никто этого не собирается разрешать, судя по тому, что все больше закрывают и закрывают. Но это же немножечко метафорическое выражение. Свободу и отношение к выбору собственному. Его никак нельзя убить, только если вместе с конкретным человеком. Но пока этого не происходит, разумеется, свобода и желание жить честно и честно самим собой, прежде всего, это то, что у нас отнять невозможно. Да, и вот актеров выгоняют из страны, актеры бегут из страны. И я предлагаю сейчас послушать отрывок из интервью актера Александра Кузнецова о причинах. Почему же бегут из страны, в которой, оказывается, они никому не нужны? Сотнями лет тут расстреливают, репрессируют художников, артистов, режиссеров. Может быть, пора задуматься и просто с**ать отсюда всем и дать им делать то, что они хотят. И как бы посмотреть, как будет выглядеть страна, когда наконец уедут все те, кого они не хотят здесь видеть. А походу, если так посмотреть, я даже без всяких антироссийских позиций, они не хотят видеть никого. Никого вообще. Просто никого. Здесь уже возле гугл-центра черешню продают на прилавочках, как в 90-х. Возле гугл-центра. Представьте, что будет дальше. Нет, актерам, я думаю, что надо уезжать не потому, что мы там не любим эту страну, мы ее кидаем и никогда сюда не вернемся, а просто потому, что нас выгоняют. Просто всех художников, артистов и так далее в прямом смысле отсюда выжимают. А мы что, долгали воевать за какой-то кусочек стула? У нас есть весь мир. Как и гугл-центр, он будет существовать во всем мире. Как и Россия будет существовать всегда, ну вы понимаете, в наших сердцах. Но в том виде, в котором вот все здесь происходило, этого больше не будет, я уверен. Они не хотят здесь видеть никого. Вы согласны? Да, это очень четкое, ясное абсолютно выражение. Только, конечно, обидно, что они это люди, которые, скажем так, абсолютно незаконным образом удерживают власть много лет, абсолютно незаконно унижают жителей целой страны, не улучшают их жизнь, делают ее более какой-то нищенской и духовно нищей, и физически. И, слушайте, я согласна с Александром в том, что все, кто уезжает, разумеется, не по своей воле сейчас, из своей страны уехать из своей страны по своей воле, это тоже может быть, но сегодня это не тот случай. Но все эти люди, разумеется, в сердце и в душе будут оставаться русскими и оставаться при своем желании вернуться и жить в своей стране. И я вижу вокруг, сейчас я тоже не в Москве уже нахожусь, не в России, я вижу очень много людей, которые действительно озабочены тем, что им хочется понять, что же, как поет, пел еще один наш артист, коллега, что же будет с Родиной и с нами, потому что мы тоже часть Родины. А как в целом, вот расскажите о своей жизни, как она в целом изменилась после начала этой варварской, бессмысленной войны России в Украине? Ваши контакты с вашими коллегами, друзьями? Со многими ли пришлось попрощаться? Такие случаи были? Вот знаете, нет, слава богу, с подобными людьми, которыми я попрощалась бы сейчас, я с ними попрощалась уже довольно давно. С тех пор, как, в общем, не работаю уже на телевидении, на российском, и, в общем, как-то так за эти годы, уже 10 лет почти, у меня сформировался замечательный совершенно круг друзей и знакомых, единомышленников. В этом смысле, ну, есть какие-то люди, которые, безусловно, принимают другую сторону жизни, но, вы знаете, я почему-то к этому отношусь как к какому-то вот помешательству. Вот здесь же очень важно понимать, что то, что сейчас представляется нормой в России, территориально в России, то, что сейчас нормой пытаются представить средства массовой информации, которые остались только государственные, только, ну, аффилированные со всеми возможными властными структурами, это то, что они навязывают людям, это ненормально. Ненормально радоваться гибели людей, ненормально радоваться уничтожению целых городов, ненормально посылать своих солдат ради непонятно какой цели. И поскольку это всё как-то навязывается, ну, не как-то, а совершенно чётко навязывается той части страны, которая готова слушать и не хочет включать свой собственный мозг, то, в общем, я считаю, что это вообще, конечно, чудовищное совершенно, абсолютно я уверена, наказуемое преступление, которое сейчас происходит. И те, кто уехал, я уверена, они с удовольствием потом вернутся для того, чтобы эти преступления каким-то образом зафиксировать и сказать, что да, это было чудовищно и это было неправильно, потому что тех людей, которые сейчас просто безостановочно льют какую-то чудовищную ложь в уши и в глаза, их просто очень жалко. Я не могу их ненавидеть, если честно. А как вы для себя объясняете, почему это произошло? Вот где был этот перелом, когда все вдруг ослепли и оглохли? Как? Ну, послушайте, такого, мне кажется, это, конечно, не был каким-то резким переломом. Это была плавная многолетняя подготовка людей к тому, что им не нужно ни о чем задумываться, за них все будут решать. Решать так, как кажется правильно руководителям страны. Я постарше человек. Я помню, как это все было в Советском Союзе. Для меня совершенно нет ничего удивительного в том, как это происходит. Я все это прекрасно помню, как закрывались спектакли, как закрывались, ну, театры целиком, наверное, не закрывались, но менялись руководители в них, как не ставились какие-то актуальные пьесы, как книги, ну, не сжигали, конечно, но изымались библиотек. Да, это все было. То, что происходит сейчас, это для меня не новость, но я при этом четко понимаю, что это все, в общем-то, пройдет, потому что правда и богатство духа человеческого, оно, в общем, победит всегда. Нищие духом обречены на поражение. К сожалению, наша страна сейчас разделилась на тех, тех, кто нищ духом и душой, и сердцем. Но богатых духом выгоняют. Богатых духом выгоняют. Да, да, да. И тех, кто, в общем, да, как-то... Или зарешен. Да, да, да. И вот именно, что этим людям нет места на вот этой географической части нашей Родины. Прекрасно в сегодняшнем дне то, что мы все имеем возможность... Ну, хорошо, не все, конечно, но, по крайней мере, мы знаем, что есть возможность куда-то выехать, и есть возможность найти своих близких и за пределами своей страны. Да, но как... И те, кто... Да, да. Что? Еще раз. А как оставаться? Как... Вот куда еще хуже? Вы наверняка осведомлены, вот накануне в Госдуме внесли поправки в закон об иноагентах. Вот сама формулировка, что могут привлечь к ответственности за распространение лишь мнения о решениях власти. Просто ты высказал мнение, и тебя уже могут привлечь к ответственности. Проводишь соцопрос, тебя уже привлекает к ответственности. Как можно... Послушайте, ну, это неудивительно. Это вообще довольно давно уже все происходит. До начала войны это начало все происходить. Поэтому, собственно, я понимаю, конечно, возмущение многих украинцев, которые говорят, что почему вы не можете это остановить и как-то на это повлиять. На это уже невозможно никак повлиять. Правда? То есть, ну, садиться в тюрьму, наверное, не всякие люди готовы. То есть, это абсолютно героический поступок. А как вот с этим жить дальше? Ну, тоже, в общем, те, кто не знают, как с этим раньше жили в Советском Союзе, да, те могут почитать еще, слава богу, кучу незапрещенной литературы про то, как люди жили и прятали книги, и не говорили по телефону чего-то важное, говорили только при встрече, и закрывали шторы, и когда нужен был какой-то разговор. Это не были какие-то секретные агенты, понимаете? Это были обычные люди, которые понимали, что их безопасность под угрозой, если они будут о чем-то говорить. Да, в России сейчас таким людям жить небезопасно. Но все-таки время от того времени очень сильно отличается, потому что мы видим, что вокруг мир, во-первых, открыт, во-вторых, он, в общем, безопасен. И, в общем, в нем работают те нормы, которые должны работать. Там есть свобода слова, там есть все свободы, которые нужны людям. И там как раз в других, в другом мире люди очень ценят человеческую жизнь. Она очень важна. И это все считается нормой, в отличие от нашей страны. А знаете, что еще вот нас, украинцы, очень возмущает? Вот некогда любимые нами актеры, российские актеры, поддержали теперь кровавый путинский режим, поддерживают войну. Это и Машков, и Безруков, Добронравов. Тот же Гармаш, который вот накануне поехал в Херсон. Что это? Почему они это делают? Я вижу просто титр, что заставляет артистов. Знаете, мне всегда, мне много, часто об этом спрашивают. Но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не понимаю так же, как и вы, эту точку зрения. У меня другая позиция, и я-то высказываюсь. А почему это не делают они, я не могу объяснить. Это так же, как и вы. Но, видимо, есть какие-то причины личные. Послушайте, очень много у людей, очень много человек может потерять, если он пойдет сейчас против власти. То есть, вы думаете, их заставляет это делать? Ну, послушайте, их не прям так заставляет, что приходят и говорят, вот, мы тебя сейчас, не знаю, посадим в тюрьму или убьем. Удивительным образом за все эти столетия существования там, условно, царской охранки, которая началась очень давно, эти, ну, ФСБ, или не знаю, как их называть сейчас людей, чекисты, и во все времена их назвали по-разному, но смысл один. Они хорошо умеют работать с личностью, запугивать людей, находить какие-то подходы, компрометировать, убирать со своего пути, с пути других. Ну, вот я, например, на себе это испытала. И вы знаете, я по своей... Если бы меня сейчас спросить, а пошла бы ты там в 12-м, в 11-м году выступать против власти, если бы ты знала, чем это для тебя закончится, я бы, конечно, этого не сделала, правда. Потому что самостоятельно человеку это сделать очень сложно, потерять те более люди, которых вы называете, это люди все достаточно уже в возрасте, если не сказать пожилые. И им есть, ну, послушайте, ну, немолодые, скажем так. И просто я к чему говорю, что за это время... У всех голова есть. И мне кажется, у них был выбор. Ведь вы же его сделали, вы нашли в себе силы. Но в конце концов, вы уехали. Это очень сильный поступок. Потому что вы не согласны. Я вам еще раз говорю, мне совершенно уже нечего терять. У меня все, что было, уже отобрали. Я понимаю людей, которым есть что терять. Особенно чем больше ты дальше живешь, тем больше у тебя ответственности за свою жизнь, за жизнь своих близких, коллег и так далее. Я совершенно их не поддерживаю, но не могу их осуждать, как не могу осуждать вообще любого человека. Это не в нашей власти осуждать кого-либо. Мы просто делаем свое дело, и делаем его так, как хотим, и не ждем ни осуждения, ни одобрения от других. И так же точно должны относиться к остальным. Это выбор человека. Да, он такой. Такой человек, значит. Спасибо вам за вашу позицию, Татьяна. Спасибо, что нашли время для нашего проекта. С нами на связи была замечательная Татьяна Лазарева. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.